Так, постой. Твоя машина из будущего. Две зарядные станции, попавшие тебе на пути, были сломаны. Да, это очень странно. Но дело в том, что если бы мне дали выехать с полностью заряженным аккумулятором и полным баком, я мог бы успеть. Да, я ехал бы 90, но мне понадобилась бы всего одна остановка. 90 км в час. Какое-то скучное будущее, Джеймс. И ты бы всё равно пропустил концерт. Этот сюжет устарел. Правительство больше не платит вам 5000 фунтов. А только 4,5. Как же люди это переживут? Мне кажется, этим мы доказали, что его машину пока нет смысла покупать. Не спорь, она сырая. Только не снова. Да, я хочу ещё кое-что рассказать о наборе сообщений о Volkswagen. Потому что я попытался отправить сообщение своей младшей дочери. В конце я добавил 4 чмока, я всегда так делаю. Я написал 4 буквы «Х», так вот что она получила. О, нет. Как неловко. И что она сказала? Я написал 4 чмока, а пришло вот что. И какое выражение лица у неё было, когда она получила от отца такое? Её аж перекосило. С тех пор мы не разговаривали. Милая, прости, эта машина виновата. Двигаемся дальше. Ведь самое время посетить штаб-квартиру компании «Беседа и компания». Расположенную, конечно же, на разговорной улице. Пока это лучшая заставка. Итак, а начнём мы, собственно говоря, с Дубая. Потому что когда я впервые побывал тут 20 лет назад, это была маленькая деревушка. Я был выше любого здания. Правда? Правда. А поглядите сейчас, невероятно. Сейчас всё изменилось. Это действительно невероятно, ведь моя рубашка старше всего того, что вы сейчас видите в окне. Дружище, эта рубашка старше Карфагена. Это правда. Так вот, когда я впервые приехал сюда несколько лет назад, тут практически не было правил дорожного движения. И однажды я просыпаюсь в отеле, тогда это был единственный отель в городе, просыпаюсь и думаю, как я добрался сюда ночью вчера. Выглядывая в окно и вижу внизу на асфальте два тормозных следа. И свой рейндж-ровер в Колумбе. Джереми, ты был сильно усталым, когда парковался. На мне лица не было от усталости. Ясно. Я едва мог сконцентрироваться, но тогда тут была удивительная свобода, а сейчас, уверен, всё изменилось. Ещё как изменилось. Сейчас тут очень много правил, очень строгие наказания за их нарушения. Если вы опаздываете с выпутами за автокредит, вы отправляетесь в тюрьму. Если показываете грубые жесты другим автомобилистам, тюрьма. Когда мне было 17, я делал всё это каждый день. А вот мне это нравится. Я вот тут подумал, за что бы я хотел сажать людей в тюрьму в Британии. Неплохая тема для разговора, да? А я бы сажал тех, кто после заправки садится в машину, но не отъезжает от колонки в течение пяти секунд. Да, да, да. Вы меня понимаете? Точно. Точно? Чем они там занимаются? Я придумал. Что? Надо сажать владельцев ресторанов, где еду подают на кусках дерева. Это как-то не очень относится к автомобильной тематике. Да, я знаю это, но... Так делает Хестон Блюментал. Да, я знаю именно, Хестон. Если ты смотришь нас... Тюрьма. Понял меня? Я ненавижу еду на дереве. Знаешь что, я ненавижу. Возможно, я уже пару раз упоминал это, и считаю, что за это время нужно любого пилота, который делает температуру в салоне самолета выше 20 градусов, сажать. Вот тут я согласен. Сейчас в самолетах слишком душно. О боже, опять за старое. Это твоя стандартная тема для нытья. Я знаю, знаю. Это правда. Нам приходится летать вместе, хотя я стараюсь не сидеть рядом с Джереми. Но когда не гасит свет и в салоне становится темно, то минут через десять я обязательно услышу его голос. Это в буквальном смысле самое жаркое место на Земле. Мы что, летим прямо в солнце? Если станет жарче, я открою иллюминатор. Я уже столько раз это слышал.